Мы пара из России. Мы были вынуждены покинуть свою страну и попросить политического убежища в другой стране. Государство нашей страны не хотело помогать и защищать нас. А в правоохранительных органах мы получали формальные отписки и отказы от возбуждения уголовных дел. Как только лишь заходила наша сексуальная ориентация. Они смеялись над нами и не принимали никаких действий при очевидно совершенных преступлениях и имеющихся доказательствах этих преступлений. Также они всячески пытались унизить и оскорбить нас колкими фразами в наш адрес. Также в нашей стране мы неоднократно терпели унижения, оскорбления и страдания от лиц мужского пола, которые не хотели и не желали воспринимать наши отношения. И нигде мы не могли найти ни понимания, ни поддержки и уж тем более помощи или защиты от таких людей. Пары или отдельная личность с такими отношениями, как у нас, не имеют никаких прав в нашей стране. Нас считают больными людьми, которые нуждаются в психологическом лечении и от которых лучше держаться подальше. Нам нельзя открыто заявлять о наших отношениях, так как мы можем лишиться работы, уважения или защиты от правоохранительных органов. Нас могут побить или убить, и всем будет на это наплевать. В Москве запрещены парады за 100 лет. На гей-клубы неоднократно были совершены жестокие нападения с причинением вреда здоровью их посетителям, а также убийство людей, которые открыто заявляли о своих сексуальной ориентации. И ничего из этого не повлияло на улучшение или хотя бы малейшего обращения в сторону жизни и защиты наших прав. Происходит все наоборот. Правительство нашей страны всячески пытается искоренить гомосексуальных людей, скрыть подобные отношения от общей массы. На данный момент ситуация в России по отношению к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации еще сильнее обострилась. В связи с введением чтения закона о пропаганде и гомосексуализме на территории всей Российской Федерации. И уже принятием этого закона в некоторых ее областях, таких как Кострома, Архангельс и Санкт-Петербург. Тогда нам хочется задать вопрос. Как нам жить? Как работать и расти детей, не нарушая при этом закон? А ведь мы тоже хотим жить обычной жизнью, как и все люди. Иметь такие же права на защиту и уважение. Мы пара. Мы как пара хотим в дальнейшем иметь детей. И хотим, чтобы наши дети росли и не чувствовали себя изгоями. Мы хотим быть обычной семьей, не пряча свои чувства далеко и не боясь быть униженными и оскорбленными. Мы не хотим бояться ходить по улицам. И как любой человек, хотим чувствовать защиту от государства. Мы уважаем людей, независимо от их цвета, кожи и религии. И хотим, чтобы нас уважали вне зависимости от нашей ориентации. Продолжение следует...